Всем добрый вечер! Сегодня у нас суббота и мы... Ну, Диана меня тут врывает из дому, врывает, пошли сходим опять в этот бим. Что мы там не видели? Уже были, уже купили там всяко-разно и опять пошли. Ну, поскольку муж на работе... Слушайте, вчера пришел с ночи суток, поспал днем, вечером потусили мы, ну, потусили по-своему, я имею в виду, вместе побыли. И он утром пошел опять на работу. Вот. И мы сами. А когда он на работе, я же есть не готовлю. Я же что-то включаю бездельницу. Ну, я занимаюсь чем-то другими делами, там, своими хобби любимыми, смотрю всякие фильмы, видосики. Что еще, что еще? Уборки. А, короче, Дианка, соблазни меня? Ладно, идем. Несмотря на то, что там дождь. Пойдем, пройдемся. А, прекратился? Конечно. Хорошо. Я выхожу из подъезда. А Диана говорит, ты должна меня благодарить за то, что я тебя выношу в такой противный день на улицу. Ну, так я же благодарна. Взяла аж мусор. Сейчас пойдем мусор выбросим. Я понимаю, что надо ходить. Я же вчера целый день прошлым далась. Ходила в этот город. Короче, этот... А я была в школе. Да, Диана была в школе. Ходила... Стоит вон магазин вот там вот один. И этот продавец, который якобы знает русский. И постоянно меня... Стоит мне туда сунуться, постоянно мне начинает рассказывать, какой он... Что он знает на русском языке. Как бы он хотел, чтобы его обучали русскому языку. Потом там чуть дальше второй магазин. Тоже там продавец. Как не захожу и начинает мне рассказывать, что он в Украине жил. И начинает мне добрый ранок рассказывать, какой он молодец. Цены мне на русском озвучивает. Типа там покупала у него кастрюльку. Она стоит 20 лир. Ух ты! Рыбку продают? Видите? 20 лир стоит. А он мне такой пальцем показывает и говорит два и на ноль показывает. Я говорю, ноль! Он ноль! Вот так вот. Но иногда это не напряжно, а иногда достают. Понимаете? Мне просто хочется зайти в магазин и ни на кого внимания не обращать. А они мне начинают рассказывать о своих успехах в русском языке. Я вас поздравляю! Короче, выбрасываю сейчас мусор. Ой! Камеру несу. Честно, уже аж тут плече рука. Рука просто онемела. Выключаюсь. Я уже вышла, скупилась там. Ничего не хотела, не хотела и стояла все равно выбирала. Дианосика идет. Помоги, тоже. Давай, я подержу. Слушай, это масло такое дешевое. Пять гирси вышли. Серьезно? Серьезно. Диана тут маску купила. Клади свои деньги мне в кошелек. Сейчас же. Я люблю это дело. Шутка. Уже потемнело, видите? Начинает собами вонять, блин. Ну, я хочу сказать, пусть воняет. А уже декабрь месяц. Сегодня у нас какое декабря? Сегодня 18. Уже 18 декабря. А это значит, что декабрь уже прошел. Нам остался январь, февраль и конец зимы. То есть зима идет по календарю три месяца. Вот. О, этого только не хватало. Диана, что дождь начинается? У нас есть зима. Нет, не начинается. А мне что-то капнуло на бушку. А мне нет. Ты не тяжелая? Мне нет. Мне нормально. Своя ноша не тяжелая. Хотя, что я взяла? Я взяла там колбасы на завтрак Дианке. Молоко. Слушайте, уже приготовленное там в соусе собакевич. Куриные, конечности и пачку макарон. Вот что-то прям не могу. Хожу по Биму и чувствую прям вкус макаронов на зубах. Почему? Вообще, я очень люблю макароны со сливочным маслом и отварная сосиска. Вот она, как в детском саду нам еще давали. Я очень люблю. И, ну, к сожалению, здесь таких сосисок нет. поэтому придется заменять их куриными конечностями в каком-то соусе. Да пошли, пошли, я ж не против. Ты остановилась, я тоже. Вот. Ну, так что сейчас быстренько макарошек отварим. Мы-то не часто едим. Ну, я ж тебе о чем? Открывай, открывай, дождь, 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 дождь. Слушайте, не могу вам не показать. Смотрите. Ой, перевернулась. Я вам поверну. Гляньте, из мандариновой кожуры какой чудик появился у меня здесь. Потому что я тут мандарины все наяриваю. Вот, вот такую вот курвицу купили. Что это? Короче, какие-то запчасти за... за-за-за. засоусированы. Где она вот купила вот этих штук какие-то. Завтраки. Ну, они фруктовые вот так выглядят. Не вкусно. Короче, представляете, какое чудо? А ну-ка. Глянь, он здесь, глянь. Понятно? А вы видите, окна запотевают. Ну, блин. Глянь, все течет, ешкин-матрешкин. А потому что влажность очень сильно, очень сильно высокая. Вот, выхожу на балкон. Человек у нас такой чел. Топчется по лужам. Вот, дождь. Три дня шел дождь. Бесперебутно. Ну, просто не прекращаясь. А это вот я специально вышла и вам показать и себе продемонстрировать, что наконец-то дождь прекратился. Ну, это же ужас, глянь. Все вспотело под сыростью такой. И что сделаешь? У нас же нет отопления, но обогреватель там работает. Ну, а сырость какая? Сегодня по прогнозу стопроцентный дождь. Это, ну, представьте, целый день. Якобы завтра будет 80% дождливости. Ну, вот, настаю, да, вот, ну, правда, в своей дежурной кофте. Нормально. Не могу сказать, что прям таки холодно-холодно. Хотя пары за рта валит. Вот. Что еще? Ну, а так в остальном все, как всегда. Сижу дома, никуда не выхожу, то, что с Дианкой мы пройдемся до маркета и все. А так веду, конечно, образ жизни такой домашний, редко выходящий. Слушай, а уже который час? А сколько? А, ну, еще 10. А этот магазин тряпичный, тряпичный. До сих пор работает. Господи, для кого они там продают? Лучше бы аптека работала. На мой взгляд. А она работает там раз в месяц дежурная, что вот именно сутки. Так, челег, хватит лазить. Давай, выметайся. Но она, конечно, дальше, чем вот это, не лезет, туда не переступает. Она боя гуско. Это Рюзгяр у нас, чел такой отважный. А челег нет. Все, давай, мы заходим. Давай, давай, давай. Все, мама тебя забирает. И мы пойдем. Лапы мокрые. Она же вместе со мной душ ходит. Вы представляете? Я захожу в душ, и челег за мной. Я воду включаю, она стоит там, лапами елозит. Ну, у нас типа не кабинка, но вот, грубо говоря, да, вот ванная переделена напополам. Вот. И душ там, в таком виде. Не буду вам показывать. И челег там танцует в лужах, бегает по лужам. Вот тебе раз. Челег, пойдем, пойдем, дорогая. Пошли, пошли, челег. Челег. Ой, кошмар. Так что, вот такие вот дела. Скоро Новый год. Скоро Новый год, боже мой, осталось 10 дней. А у нас так елку и не поставили. Я, конечно, вон, ходила в торговый центр на выходных, да, когда там 2-3 дня назад. Нету. Нету, жаль. Все-таки придает настроение новогодняя елка, новогодняя кутельма, мишура. Понятное дело, что мы должны сами себе делать настроение, но тем не менее. Подобная такая атрибутика все равно усиливает, усиливает наши чувства и предвкушения Нового года. Ой, ну тут, видите, я же пришла в салон красоты домашней. И Дианусик тут меня тут мазала, красила. Ну, Дианка у меня уже как профи так на пряди так делит хорошо вообще. Ну, не совсем аккуратно нанесла. Хотелось бы покрасивее, но... Короче, вот, привожу себя в божеский вид. Ногти сняла. Ну, я пока что их красить не буду, потом подожду пару дней, уже ближе к 31-му накрашу. Должна же быть. И... Чтобы... Конечно, он и держится лак недели, но у меня еще... Я же торт буду печь вот сегодня закупила все необходимое. Буду печь торт, называется захер. Шоколадный. Первый раз буду такой печь, но... Надо пробовать. Почему нет? Потому что все уже надоело. Хочется что-то так, знаете, поэкспериментировать. Вот. Ну, так вот. Ладно, буду сидеть, сохнуть. А нет, сюда попала? Это прям губы сушат. Она еще говорит мне, тебе губы намазать!